На фронт бросают женщин сегодня в газете РУ и во многих газетах, публикация в нескольких, по меньшей мере, что одним из трех сопредседателей общероссийского народного фронта должна стать дама. Это, в принципе, очень понятная схема, которая существовала всегда. Она существовала в советское время. Зам по идеологии, ну, третий зам обычно. Вот она, женщина, да? Вот она, женщина была, да. Но и это правильно, это нужно. Другое дело, что она, как правило, была... А это не искусственно? Это было искусственно во многом. Ну, нет, были выдающиеся женщины какие-то и встречались. Но, скажем так, я бы сказал, на тысячу назначенных женщин по квоте встречалось, может быть, пять каких-то выдающихся. Понимаешь? То есть одна на двести. Давайте я тебе добавлю, что среди мужчин тоже выдающихся очень мало. Одна на двести. Как тебе сказать? Меньше. Ну, среди мужчин меньше куриц. Совсем уж куриц. Понимаешь? Ну, давай, ну, давай будем честны. Ну, давай будем честны. Так вот, слушай. Нет, ну, правда, ну, это так. Смотри, значит, я просто знаю по опыту. Ну, скажи мне, пожалуйста, сколько выдающихся женщин ты видела на публичном поблище в России? Мало. Мало, мало. На выдающихся мужчин. Назад, назад. И в те моменты, когда ты их видела, оказались ли они тебе по-настоящему гормонально развитыми личностями? Я не гормонально, простите, гормонично. Гормонально. Гормонально развитые были, пожалуйста. У нас одна из депутатов в СИСКе показывала, пожалуйста, не проблема. Это Хоркина, по-моему. Ну, вот, неважно. Значит, проблема в другом. Проблема в другом. Гармонично развитыми личностями. Есть личности среди женщин, зацикленные. Зацикленные. У них, видимо, может быть, они упали, или, может быть, съели чего-то, или, мне кажется, упали. Или подверглись какому-то облучению нечаянному. И у них развит какой-то отдельный мозг. Отдельная доля мозга. По какой-то проблеме вы имеете в виду? По какой-то проблеме, пожалуйста, Хованская, Мизулина, Швецова. То есть это женщины, которых нечаянно облучили, или, может быть, как-то они ехали в самолете у окошка, и как-то были подвергнуты космической атаке. И у них ввиду этого развилась какая-то часть мозга, гипертрофированная, которая, по несчастью, затмила все остальные. Это так вы называете узкую специализацию? Узкую специализацию, конечно. Это как раз пример Мизулина, Хованская, Швецова. Выдающиеся специалисты в чем-то вот одном. Но кормить их уже надо с ложечки. Уже кормить их надо с ложечки, потому что уже ложку до рта донести нет уже. Ну, правда. Ну, серьезно говоря, да. Нет, хорошо. Значит, либо остальные, которые фентиклюшки, типа этой самой из Иванова. Из Иванова какая-то. Это разновидность, родновидность, понятно, да? Да, да, да. Фентиклюшки, а чего изволите? Понимаешь? По-настоящему других женщин мы не видели. Ну, не видели, ну, что нам делать? Понимаешь? Но нужна женщина, как символ для стада поголовья куриц, нужна какая-то женщина, которая будет символизировать, что во власти есть она. Она есть. Понимаешь? Ну, и к тому же нужно, чтобы кто-то ходил в женский туалет, а то зачем строили и все это. Понимаешь? Ну, вот. А? Ну, строили, 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 никто не ходит. Ну, вы же, хотя бы пару баб каких-то, они населят женский туалет. Они моментально образуют очередь. Будут там, будут там, образуют очередь, будут обсуждать трусы Виктория Сикрет и всякие другие полезные для государства вещи, конечно, естественно. Ну, правильно. Слушай, значит, я про что говорю? Что в этот ОНФ, Общероссийский народный фронт, нужна бабенка. Бабенка какая-то нужна. Чтобы она представляла вот это куриное поголовье. И она нужна, нужна. Прям вот и ищут сейчас. Ищут. Ищут. И вы говорили, три, на самом деле, есть реальных... Нет, будет три сопредседателя, три верхушки, это из трех. Будет два мужика, мужчина-мужчина, пожалуйста, да? Мужчина-мужчина. И одна женщина. Один из них мозг, другой из них сердце, а третий должна быть женщина. Ни мозга, ни сердце. Понимаешь? Это, значит, вот... Язык, я бы сказала. Язык тоже, да. Нет, нет, язык, преходящий в страшное возбуждение при обсуждении трусов Виктория Сикрет. Ни в чем другом женщина абсолютно не нужна. Слушай меня, я хотел все-таки тебя спросить. Ну кого? Ну кого? Ну давай. Походотайся. Честно? Дайте мне бабеночку. Дайте бабенку какую-то, надо немедленно. 7, 8, 8. В ОНФ. В ОНФ. ОНФ. Я считаю, она должна ему пламенную... Пламенную какую-нибудь... Пламенную, воспламеняющуюся от присутствующих... В смысле, от мыслей. То есть она должна быстро впитывать и скоренько пересказывать все, что она услышит от мужчин. Но сделав истерические глаза, правда? Какие-то такие. Да. То есть она услышит от мужчин... Мария Сергеева подходит? Но она ее нельзя... Она уже отошла от дел. Не выпихнули. Она отошла от дел. Что-то приспевальная была. Мария Сергеева была с таким сиплым голосом, да, неплохо сложена была. Так, еще. Вот видите уже. Ну да, что-что. Неплохо сложена, да. Еще. Ну вот звонят люди... Ну дайте бабенку приложить. У нас еще сайт РусНовости. Я посижу и читаю, читаю. РусНовости.ру, пожалуйста. Присылайте ваш вариант. 7-8-8-7-0. Кого, да? Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Меня зовут. Да. Ну Швецова в самый раз. Швецова в швецовом? В 15 лет она сидит везде. И донерами, и комсомольцами руководила, и Служковым. В 15 лет в мэрии отсидела в самый раз. Швецова в самый раз. В швецовом в самый раз. Руководить. Но она будет говорить все время о пропознавании, или она способна мыслить о чем-нибудь еще? Да, ну, мне кажется, она вообще ни о чем не способна мыслить. Но бла-бла-бла умеет делать, а это в самый раз. Нет, я слышал. Она ходит на одну радиостанцию, и там делает так, и звуки издает, да? 7-8-8-7-0. Надо ее позвать к нам, может быть, она действительно издаст что-то. Вот микрофон даже есть. Алло, здравствуйте, я прошу вас. Здравствуйте. Ну, Хакамада, например. Хакамада. Хакамада. С Хакамадой трудно себя ассоциировать с жительницами России. Понимаете почему? Потому что Хакамада вся, все время, она как бы говорит, я сильно особенная. Она говорит это, и она немножко кривляется в этом направлении. А надо, чтобы телочка, нет, а надо, чтобы бабенка была такая, чтобы все говорили, господи, вот это вылитая я. Но идеала не бывает, Сергей. Нужен, нужен. Ну, хорошо, идеала не бывает, но мы должны к нему приближаться. Должны, конечно. Должны, должны, должны. Хакамада проблемная. Она внешне по происхождению и по самоподаче, она вся особенная. Она особенная внешность, особенное происхождение, особенная история. Она вся особенная. И она не дает ни на секунду об этом забыть. Ни на секунду. Это проблема. Никак не получится. А нужен такой собирательный образ? Света Курица. Света Курица. Ну, вот мне говорят, 32-й. Яровая. Яровая интересная. Почему? Яровая. Хорошая. Вернуть на рачу. А чем тебе не нравится яровая? Ну, она загубит. Почему загубит? Да, в ОНФ сейчас рассматривается. Почему загубит? Я не понимаю. Почему ты думаешь, что она загубит? Нет, я не хочу за тебя. Ну, потому что она уже вот сейчас сформировала о себе представление своей деятельностью в Госдуме, своими постановками вопросов и выбором тем, на которые она выступает. Это принципиально. Да, очень принципиально. И очень хотелось бы, чтобы этого не было в нашей жизни. Я не знаю, может быть, вообще, в принципе, не произнесено. Напугана. И я напугана. Понимаете, ОНФ в каком-то смысле, будучи новой такой вот этой вот организацией, он же притягивает, как вы заметили, к тебе людей, которые раньше стояли в стороне, никогда бы не пошли в Единую Россию, например, но занимались общественной работой, действительно. И сейчас они рассматривают возможность для себя через ОНФ. ОНФ, ОНФ. А если... ОНФ должен решить... Да, перечислим проблему, которую должен решить ОНФ. Да. Так давай сейчас учтем, что сейчас 9.50. Давайте. И не будем этим сейчас заниматься, а будем этим заниматься в 10.03. Нам нужна бабенка, и потом мы еще решим, какие задачи решает ОНФ. Давайте. Все, погнали. Подъем.